Из двух комнат в общежитии многодетная семья Мангуш переехала в двухэтажный коттед в черте Красноярска. Улучшить жилищные условия позволила господдержка. Как она сработала, губернатор края Александр Ус решил убедиться сам, заглянув в гости к многодетной семье. Что дети получили от гостя в подарок, в сюжете Юлии Рядчиковой. Говорят, у вас Вениамин дома, да? Да. Важный гость знает, что в этом случае в доме все хорошо. В переводе с иврита Вениамин означает сын счастья. Так Шалбан и Чияна Мангуш назвали одного из своих сыновей. Пока визитеры рассматривают их большой дом, рассказывают, что имена своим детям давали со смыслом. Чаще библейским. К примеру, Енох, посвященный, угодивший Богу, Рахиль, любимая жена патриарха Якова. Тихая и покладистая. Где Вениамин? Показывайте мне. Вот Вениамин. Слушай, что случилось, да? Вениамина с губернатором объединила одна беда – спортивная травма мениска. Чтобы неудача не отвернула ребенка от активных занятий, Александр Викторович подарил семье спортивный уголок. Несмотря на то, что отец детей по образованию и преподаватель физкультуры, победу одержала мамина увлечение. Все дети тянутся к музыке. Кто-то даже с младенчества начинает напевать мотивы. Мне подумалось сначала, что мне кажется. Но это было вот сколько месяцев было, наверное, месяцев восемь было. И он сидел и напевал знакомую нам песню. Дети любят рисовать и собирать конструктор. Старшая дочь Вера читает перед сном младшим братьям и сестрам книги. На этом выгода младших не заканчивается. Подговариваешь старшего брата помогать делать уроки. Да? Выгодно иметь старших братьев и сестер. Да. Чияна вышла замуж за Шалбана, еще будучи студенткой медвуза. Врачом так и не стало, говорит ее призвание, быть матерью. Не спугали и бытовые передряги. Еще год назад семья ютилась в общежитии на 30 квадратах. Сегодня на трех сотнях. Есть где разгуляться и уединиться. Тут бывает такое, что иногда тщина, а нас 11 человек. Дети кто-то внизу, на нижнем, кто-то наверху. И вот так. Как будто никого нет. Дом семья купила на краевые выплаты 8,5 миллионов рублей, которые выделили после того, как Чияна была награждена знаком материнской славы. Эта мера реализуется в рамках нацпроекта «Демография». Семья Мангуш образцовая. Дети очень скромные, заметил губернатор. А в том, что музыкальные инструменты в доме не простаивают, убедился за чаепитием. Старшему ребенку 14 лет, младшему нет и полугода. Так что пока по лавкам сидят восьмером. Любят мамину стрипню и национальный чай. Спасибо вам за то, что принялись. Спасибо вам за то, что вы так устроились. Действительно, это радует, когда смотришь, как все получается. О том, что краевые власти рядом, отметила Чияна, их семья чувствовала всегда. Помощь многодетным семьям в регионе оказывают значительную. В этом она убедилась на собственном опыте. Так, в прошлом году по инициативе губернатора женщинам, награжденным почетным знаком материнская слава, в шесть раз было увеличено единовременное вознаграждение до 100 тысяч рублей. Юлия Рячикова, Эдуард Богла, Седьмой канал.